В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. В Уфе предварительно утвердили внешний вид и расположение новых стадионов футбольного и волейбольного. Проекты визуализации новых объектов появились в распоряжении нашего телеканала. Стадион футбольного клуба Уфа может появиться в начале дороги в микрорайон Затон на берегу реки Белой. Вмещать он должен 20 тысяч человек. Запланирована парковка на 2000 автомобилей. Также предусмотрена новая остановка общественного транспорта. По имеющейся информации, подобный стадион может обойтись в сумму от 4,5 до 7 миллиардов рублей. По оценкам аналитиков, это в 3-4 раза меньше, чем деньги, выделенные на строительство аренд к Чемпионату мира по футболу в России. Другой стадион, волейбольный, обойдется в 2 миллиарда рублей и будет возводиться к Чемпионату мира 2022 года. Однако однозначного решения, будет ли проходить чемпионат в России или нет, пока не принято. Несмотря на это, региональные власти, вне зависимости от решения Международной Федерации, намерены построить объект в парке Калинина. Там будут фитнес-центр, бассейн и зона отдыха. Сроки начала работ по обоим объектам пока не обозначены. В 750 миллионов рублей может обойтись реконструкция уфимского театра «Кукол». Согласно презентации, на месте старого здания предлагается возвести сказочный городок за 2,5 года. У существующего здания снесут две стены и возведут несколько дополнительных несущих конструкций. Внешний театр «Кукол» планируют сделать в виде волшебного города на острове Буян и сказки Пушкина о царе Салтане. Предварительное одобрение властей проект уже получил. Сейчас идет аукцион по выбору подрядчика для составления проектной документации. Футбольный клуб Уфа сегодня сыграет с принципиальным соперником Казанским Рубином. Встреча пройдет в столице Татарстана. Начало матча в 21.30 по уфимскому времени. По статистике встреч друг с другом Уфа пока уступает Рубину по количеству побед одна против трех. Однако, несмотря на популярность ничьих в играх между клубами, уфимцы однозначно будут играть на победу, говорят эксперты. В случае выигрыша горожане обеспечат себе 24 очка в группе, что еще больше увеличит шансы клуба выйти из зоны риска вылета. И уже в это воскресенье нас ждет домашний матч на стадионе «Нефтяник». Уфа принимает Урал. Начало игры в 13.30 по уфимскому времени. И в завершении информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар прибавляет 1 копейку 63.79. Евро также идет в незначительный рост, прибавляя 2 копейки до 71 рубля 74 копеек. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара по 63.95 в банке Финам, продажа 64 рубля ровно в Социнвестбанке. Покупка евро по 71.75 в банках Финам и Промтрансбанке и продажа по 72 рубля ровно в банках Нейба, Финам и Социнвестбанк. На этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин